Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Лучше посмотреть его в записи, лучше посмотреть его даже не в записи, а почитать тезисы. Те, кто не в курсе, дорогие участники вебинара, пожалуйста, зайдите на ссылки, зайдите на ресурсы, где выкладываются у нас тезисы моих вебинаров по средам каждые две недели в среду каждый месяц и Владимира Маслова. И сейчас у нас действительно начинается тот период, когда новостного фона информационных поводов становится намного больше, чем было когда-либо. И это очередной новый этап развития. 30 апреля мы получили то, что так давно и долго ждали. То есть это то, что сейчас на самом деле закреплено в новостях головной компании, в новостях Skyway Capital и в новостях вообще, я считаю, любых инвесторов, кто развивает проект Skyway. Это то, что шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, одобрил пакет проектов, предложенных нашими партнерами, министерством транспорта Дубаи. Это РТА, то есть это управление транспорта и автомобильных дорог Дубаи. И на самом деле даже этой новости мы ожидали год, больше года. И наконец-то это свершилось. То, что отражено в этой новости, это на самом деле только самая небольшая вершина айсберга. И огромное количество проектов скрывается в тени. Они согласованы, не обсуждаются. И сегодня я обязательно вам приоткрою завесы тайны. Немножко расскажу из того, что рассказали наши крупные стратегические партнеры. И что нас с вами всех ожидает. Но действительно я могу сказать, что сейчас информационные поводы эти подхватили все мировые СМИ. Также и российские СМИ. И можно думать, можно гадать, почему назвали нас высокоскоростной канатной дорогой. Но в любом случае, я считаю, это максимально позитивный повод. И нам нужно всем жителям России, всем тем, кто не верил в проект Skyway, просто сбрасывать ссылки на эти российские новости, кому недостаточно иностранных ресурсов СМИ. И разъяснять. То есть, в первую очередь, наша с вами работа является разъяснительной и правильное донесение информации по проекту. Сейчас, как и было сказано примерно два месяца назад, нельзя заниматься, то, что касается сетевого построения бизнеса и сетевого построения корпорации, не побоюсь этого слова, адресными проектами. И наше полное сосредоточение идет на привлечение инвестиций. Об этом постоянно говорит генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий. Об этом постоянно говорит генеральный директор ЗАО «Струнные технологии» Надежда Геннадьевна Косарева. И это мы с вами должны понимать. Поэтому я абсолютно поддерживаю тех людей, которые сейчас, в данный момент, работают, рассказывают, доносят правильную информацию о проекте Skyway именно русскоговорящему населению. Потому что Россия у нас далеко не в лидерах находится. И я думаю, что вновь новоиспеченные новобранцы, так скажем, после обучения долгого бустера, который у нас длился тоже фактически год, можно сказать, сейчас готовы к максимальной экспансии, к максимальному захвату рынков и правильному, повторюсь, донесению информации на русском пространстве. И на самом деле я могу сказать, что сейчас у нас открыты все рынки абсолютно, кроме США, кроме Израиля и кроме Катары и других государств, у которых по каким-либо причинам с Арабскими Эмиратами непонятные, либо невыстроившиеся отношения. И то, что касается развития наших структур, развития нашего бизнеса рекомендаций о проекте Skyway, это запрет только на США, поэтому я могу сказать, что сейчас как раз таки время и час икс звенит, когда нужно использовать максимально информационные поводы и развивать этот бизнес абсолютно во всех направлениях, потому что наши коллеги африканцы, Великобритания тоже возможна. Нет стран, закрытых к инвестированию в Skyway Capital, кроме США. Великобритания, Япония, Австралия. Более того, я могу сказать, что у нас в Японии начинаются также очень серьезные обороты, объемы. В Китае пошли обороты, и те люди, которые наблюдали, те люди, которые являются первопроходцами в построении структуры и донесения бизнеса Skyway, они на сегодняшний день уже формируют достаточно серьезные потоки на уровне тех потоков, которые нам казались сказкой в 2014 году. Это только отдельно взятые конкретные страны, начинающие. Абсолютно правильно Вячеслав отмечает по поводу инвестирования гражданам Эмиратов, Арабских Эмиратов, любого Эмирата этой страны запрещено. Запрещено и по идеологическим соображениям развития нашего проекта, и по опыту того, что мы неоднократно видели ранее, когда наш проект начинал свое движение, свое мирное и массивное шествие по Индии, например. Вы помните, когда мы рассказывали на вебинарах, что инженеры Юницкого чевствовали и встречали действительно как героя народа, действительно как человека, который может спасти ситуацию в стране, в Индии. Казалось бы, все было схвачено и казалось бы, все было только-только к прогрессу и только-только к развитию. Но наши оппоненты, тролли, наши недруги, я бы не назвал конкурентами их, потому что конкурентов у нас нет, не останавливались в своих злодеяниях. И путем цепи негативных манипуляций, негативных информационных поводов, негативных размещений в тех или иных СМИ, они путем пользования политтехнологии, путем формирования отрицательного имиджа у SkyWay сделали так, что даже на следующий день после переговоров при встрече с Министерством транспорта лежала желтая пресса. Мы этого не можем допустить сейчас в Арабских Эмиратах, потому что такого масштаба и такого прогресса уже выхода на строительство в другой стране помимо Республики Беларусь не было никогда в новейшей истории развития проекта SkyWay. Поэтому наша с вами задача и наша с вами основная миссия сейчас защищать свои инвестиции, и никто не может никак не рассказывать жителям Арабских Эмиратов о проекте SkyWay, тем более как-то регистрировать, тем более как-то агитировать, давайте охватывать все другие страны, но не трогать ни один из Эмиратов в плане привлечения инвестиций. Настанет время, возможно, когда можно будет это делать, и такая же история будет абсолютно и с крипто направлением, потому что на данный момент формируется очень серьезная маркетинговая система. Вы видите, что постепенно приближается тот период, тот момент, когда мы сможем уже выходить на рынок. Я думаю, что это примерно как раз-таки произойдет осенью, когда будет сделано Security Token Offering, то есть размещение и использование нашего будущего токена уже в качестве модели аналога цифровой ценной бумаги, и благо регуляция это позволяет сделать, и благо сейчас криптоэкономика постепенно восстанавливается после криптозимы, уже перешла в криптовесну, и уже курс биткоина пробил 8000 долларов. И у нас не будет таких опасностей, как внезапный дамп, внезапное падение биткоина, когда проведено уже размещение нашего токена. То есть мы будем входить именно в этот период. И что касается маркетинговой стратегии, то это будет маркетинговая стратегия для венчурных крупных фондов. Я не на этом вебинаре, но на следующем вебинаре обязательно остановлюсь о том, кто же выиграл из IPO Uber, которое прошло и показало негативные результаты. А негативные результаты оно показало только по той простой причине, что институциональные инвесторы на сегодняшний день не готовы проголосовать еще раз повторно рублем, после того, как они уже инвестировали в ту IT-сферу, в ту платформу, которая использует прорывные методы и бизнес-модель шеринговой экономики, но опираясь на устаревший транспорт. То ли дело, даже вот какое-то шеринговое направление, небольшое в будущем Skyway, только оно сможет выйти на IPO и дать максимальные интересы для институциональных инвесторов. Ну а про интерес непосредственно головной компании, головного холдинга, я могу сказать, что это будет просто гиперинтерес. И да, сейчас мы можем честно и открыто сказать, каждый должен понимать, что, во-первых, Литва нас отбросила на два года назад, и 2019 год сейчас, в 2023, даже 2024, и даже при пессимистичном прогнозе, в 2025 году, если будет размещение, уже после прошедшего размещения токенов, уже после начавшейся криптоистории, это будет очень позитивный сценарий развития, потому что капитализация наших активов, на мой взгляд, может начаться значительно раньше выхода на IPO. Почему? Потому что мир на самом деле поменялся. В 2014 году не было еще таких размышлений о СТО, Security Token Offering вообще в головах не было, потому что еще не появился эфириум, еще не появилась сфера ICO, еще не настал 2018 год, который многие запомнили, как такой вот бурный рост пузыря криптоактивов, и в конце концов он склопнулся. Каждый криптоактив должен быть подкреплен чем-то, и наш криптотокен будет подкреплен технологией Skyway, и вся экономика будет выстраиваться через блокчейн-платформу, которая сейчас создается. Также это сейчас покрыто секретностью, и очень много процессов, на мой взгляд, происходит каждый день, и даже наши крупные стратегические партнеры мне ничего нового не рассказали, потому что это очень серьезный секрет. И даже членам правления не дается такая информация во избежание того, что при формировании очень серьезной маркетинговой стратегии для крупных венчурных фондов, а вы знаете, что в Uber как раз таки в начале входили крупные венчурные фонды, и звездный десант, как я называю. Насколько я знаю, кстати, наша технология очень понравилась и пришлась по вкусу, по духу Арнольду Шварценеггеру. Если у кого-то есть выходы на звезд, независимо от того, это США, либо не США, тут идет вопрос не только об инвестициях, но уже в каком-то пиаре совместном, то можно насчет этого общаться, потому что это не будет лишним к нашему общему маркетингу. И криптоистория, я повторюсь, будет выстраиваться вначале для крупника, для крупных институциональных инвесторов, которые на сегодняшний день, возможно, даже не замечают на своем информационном пространстве, в своих контактах, в своих инсайтах проекта Skyway. И мы будем заходить как раз таки правильно, и только потом от обратного, если в 2014 году начинали как раз таки мелкие, средние инвесторы, и все это постепенно переходит уже на более серьезные инвестиции, и уже к потенциальному возможному закрытию финансирования головной компании и наступлению 15 этапа. Хотя сейчас мы находимся без 5 минут, так скажем, 14 этап. И 14 этап будет для нас очень непростым, очень таким решающим периодом в развитии проекта Skyway и инвестиционной платформы, площадки Skyway Capital. Но я думаю, что мы абсолютно преодолеем и этот непростой и самый затратный по сбору инвестиций период, и покажем то, что планировали показать, то, что следует принципу. Мужик сказал, мужик сделал, чему абсолютно непреклонно и безизменно следует генеральный конструктор зао струнной технологии Леонардо да Винчи нашего времени Анатолий Эдуардович Юницкий. И мы с вами должны также следовать этому принципу. Мужик сказал, мужик сделал в тех поспектах, когда мы дали для себя обещание привлечь те или иные инвестиции. На данном этапе я не понимаю, когда другие наши партнерские фонды создают какие-то иные системы, использующие иные активы, и использующие какие-то совершенно другие сферы, не касаемые проекта Skyway. Я этого не поддерживаю, потому что при таких новостях и при таком развитии можно развивать проект Skyway не просто как ранее, но и в супер крупных масштабах. И это может сделать абсолютно каждый из нас с вами, потому что уже сам шейх, один из главных шейхов Арабских Эмиратов одобрил нашу технологию на высшем уровне. Да, и ранее мы видели подобные информационные поводы, как, например, одобрение при экспертном совете Министерства транспорта Российской Федерации и признание технологии Skyway самым перспективным и рекомендованным к рассмотрению инновационным транспортом. Но такого, как сейчас, мы не видели никогда. И если ранее я говорил, вещая про всемирный правительственный форум, саммит, что нас, РТА, разместили на хедере своего твиттера, фактически миллион подписчиков у их твиттера, то мы видим сейчас уже, что видео, в котором также и мы присутствуем, размещено на хедере уже YouTube канала. Да, здесь чуть меньше подписчиков, но вы понимаете, как распространяется видео, как будет распространяться этот вебинар. Если на головном ресурсе будет, ну, может быть, 3, 4, 5, 6 тысяч просмотров, то далее уже копируясь десятки, может быть, сотни тысяч просмотров будут выливаться в подобный результат. И это как раз-таки дань уважения и абсолютная открытость, абсолютная нескрываемость, то, что РТА сотрудничает со Skyway Technologies Company, с зоострунной технологией, если говорить по-русски. И многие из наших прошлых крупных стратегических партнеров стран скрывали до поры до времени и как-то ждали у моря погоды Дубаи, Шаржи, Фуджейра и многие другие Эмираты, ну, и непосредственно, я думаю, вообще самая главная семья Арабских Эмиратов, так или иначе, уже на сегодняшний день не скрывает, что поддерживает проект Skyway. И это подхватили, естественно, СМИ, у нас, наверное, просто рекорд по размещению СМИ за неделю. Это десятки СМИ, я думаю, что здесь представлены далеко не все информационные поводы. Транслируется фактически одна и та же информация, но представьте, насколько нарастает снежный ком, который летит и накроет положительной, позитивной лавиной тех, кто не знает пока что о технологии и проекте Skyway. Благо, мы сдержали. Я непосредственно поговорил с Кристианом, с нашим первым амбассадором, послом в другой стране от Skyway Capital, в данном случае Африка. И Кристиан, хлебом не корми, дай рассказать о проекте Skyway и ввести в нашу систему. Уже планировалась презентация на 20 с лишним человек, благо вовремя она была остановлена, так как, повторюсь, в Арабских Эмиратах можно кому-то рассказывать, но нельзя никого привлекать к инвестированию в проект Skyway. На сегодняшний день это, наверное, единственная негативная такая ситуация и негативный момент для жителей Арабских Эмиратов. Но они в первую очередь получат абсолютно дешевый, экономичный, экологичный и с очень высокой рентабельностью транспорт, который преобразит и без того город будущего. Но, конечно же, мы с вами знаем, что Дубай не является столицей, вопреки достаточно часто встречающемуся мнению, что Дубай столица, столицей является Абудаби. И там как раз таки планируется в этом своей речи. Анатолий Эдуардович Юницкий сказал перед первой сотней тех бравых лидеров Skyway Capital, которые прошли обучение, которое длилось больше года. Были непростые моменты, когда попросту несколько часов приходилось стоять и при том еще думать, при том еще делать какие-то стратегические решения, делать выводы, записывать в тетрадках. Но это была малая модель того, что ожидало на самом деле тех, кто активно развивал проект Skyway с 2014 года по 2019 год. Потому что сейчас троллям нечего есть. Сейчас они ищут, где же им, кровопийцам, еще кровушки у проекта Skyway попить. А вот нет. Везде, так скажем, мы набрызгались репеллентом. И у нас абсолютный иммунитет сейчас рождается к троллям. Мы работаем сейчас над формированием максимально чистого имиджа и отмыванием вот от этой очерненной репутации на русскоговорящем пространстве. Потому что вы видите, что у нас всплывает в YouTube, когда вы ищете проект Skyway. Всплывает та информация, которая не является, мягко говоря, объективной. И мы не собираемся тратить какие-то сверхбюджеты, чтобы преодолевать по просмотрам эти ролики. Но определенная сейчас стратегия создания новой репутации для общественных масс на территории Российской Федерации уже была запущена. Я не буду говорить, никакая команда этим занимается, никакой результат мы ожидаем. Могу сказать одно. Это профессионалы своего дела. И те люди, которые также являются профессионалом черного пиара, получат подличный инструмент, который, скорее всего, вообще сведет на нет всю тролль-активность и всю негативную, создание негативной репутации о проекте Skyway. Но на самом деле, когда мы видим даже на русскоговорящих СМИ и такие серьезные, краткие, но очень достоверные статьи, как из One Prime, компания Skyway рассказала о транспорте будущем, небесных поездах, юникарах. И, конечно же, встречаются такие новости, которые являются из разряда того, что где-то перевели, где-то скопировали. Возможно, это какой-то посыл, возможно, это что-то проплаченное, какая-то активность. Это не важно. Потому что то, что говорят, можно подтвердить теми СМИ, которые сформированы и мы можем в многочисленном количестве найти на иностранном пространстве. Это не честь и хвала русским СМИ, но огромная им благодарность, что уже и Rambler News, и Blender.ru, и многие другие издания пускают немножко, мягко выражаясь, с недостоверной, с технической точки зрения описание нашего проекта подачи информации, но все же разместили информацию, потому что могли вообще и не размещать. И прошлый вебинар мой был ознаменован тем, что мы увидели установку первой промежуточной опоры. То есть вы видите, насколько футуристично выглядит эта промежуточная опора и насколько она созвучна с тем, что у нас было на визуализации. Это абсолютно не отличается. И опять же следует канону, что запланировано, что продекларировано, то и было сделано. Что касается визуализации высокоскоростного подвижного состава, мы получили один в один, и все было спрезентовано и на трансе в прошлом. И то, что касается создания, воплощения уже в реальность визуализации того, что касается объекта первых тестовых участков в шарже, также абсолютно перетекает из виртуальной реальности в реальность. И благо мы используем Dasal System с разработкой 3D Experience, систему. И да, тут возникают, так скажем, небольшие торможения, потому что нужно созвучно развиваться с нашими арабскими партнерами. С какой-то стороны мы не знаем чего-то, чего они знают. С какой-то стороны они не знают того, что мы знаем. И каждый под друг друга подстраивается, но это, как говорится, как в семейной жизни. Мы сейчас максимально притираемся для того, чтобы уже проект, который сейчас позвучен на информационном пространстве, то есть это 21 станция, это 15 километров, это пассажиропоток более 8000 человек в час, то, что будет реализовываться приуроченное начало к Экспо 2020. И вообще у Экспо 2020 такой очень интересный и слоган, и вообще концепция, то, что все складывается к тому, что сейчас объединяет все страны, и об этом говорили на Всемирном правительственном саммите, объединяя, мы создаем будущее. И у нас был такой слоган, он никуда не испарился, объединять, мы объединяем мир, объединять мир, это наша работа. То есть, если у Экспо 2020, объединяя умы, создаем будущее, то у Skyway Capital, объединяя людей, мы создаем будущее. И мы пришли в эту страну, ничего не прося. Это замечательно, и это сразу нашло резонанс у ведущих шейхов, у наимощнейшей семьи, которая нас поддерживает, королевской семьи. Потому что издавна, исторически так складывалось, всегда иностранцы приходили в Арабские Эмираты очень часто зачем-то, и в поисках выгоды. Мы же пришли, сделали компанию, преодолели все бюрократические припоны и самое главное время, то, что было необходимо. И сейчас, я думаю, что компания будет также приносить прибыль уже и арабскому государству, в том числе, так же, как зао-струнные технологии приносит прибыль белорусскому государству. И можно было зао-струнные технологии выстроить по системе какого-то более простого налогообложения, но это стандартная схема, и мы являемся крупнейшим налогоплательщиком в Республике Беларусь. Так вот, то, что касается семьи Аль-Касими и все, что касается семьи Аль-Мактума, это очень серьезная оценка, потому что султан бин Мохаммед Аль-Касими смотрел Анатолию Эдуардовичу в глаза, когда тот ему вручал книгу, и было сказано огромная благодарность, то, что мы пришли в эту страну и огромная честь начинать работу, сотрудничество. Мы, со своей очереди, выражаем благодарность от числа всех инвесторов, то, что наконец-то уже после Литвы, после Индии, после Индонезии, когда не те группы начинали работать, когда нечистоплотность характера каких-то более дальновидных намерений выяснялась, и Анатолий Эдуардович вынужден был прекращать сотрудничество с той или иной командой, сейчас у нас началось строительство. И на прошлом вебинаре я вам говорил, что мы увидим это своими глазами. И это произошло. Я хотел бы вам просто передать ту эмоцию максимального восторга и максимального восхищения и возвращения несколько в прошлое с уверенностью в том, что в будущем все будет реализовано, так как у нас в 2015 году на заброшенном танковом полигоне сейчас создана на этой территории настоящая струнная долина, и это будет на уровне силиконовой долины. Я думаю, что будут появляться другие стартапы, другие компании, которые будут следовать логике эко-мира, и уже я могу сказать, многие объекты, которые кажутся, казалось бы, невзрачными даже на территории эко-технопарка, это целые будущие направления, которые мы с вами будем финансировать, и финансировать очень быстро, я думаю, что направления в будущем будут закрываться за месяц, за два, то, что за полгода сейчас мы с вами делаем, по той простой причине, что сейчас активных инвесторов, в недавнем времени эта статистика была подведена всего лишь 200 тысяч, 200 тысяч активных инвесторов, и представьте, если у нас будет 2 миллиона, а может быть 20 миллионов, и так оно и будет, потому что та скорость, которую мы увидели, я ожидал, если честно, установку только одной промежуточной опоры, потому что таким образом было спозиционировано на фотографиях, я также обладаю той же информацией, и только когда ты видишь своими глазами, что уже наполовину достроены две станции, две анкерных опоры, установлены первые в мире две промежуточные опоры нового образца, и уже варятся струнные конструкции, и я думаю, что после месяца Рамадан, окончание этого великого праздника для всех мусульман и арабов, мы увидим супер бурное развитие и огромную скорость строительства, то, что мы увидели и запечатлели в шарже, и нам повезло, то, что это был Рамадан, потому что скорее всего мы обходили бы просто технику, сейчас техника вот на фотографиях, на фотографиях вы видите, находится в неподвижном состоянии, но я могу отметить и просто склонить голову перед теми работниками, которые строят этот объект и воплощают его из виртуальной реальности, кстати, у нас все спроектировано уже в 3D Experience и Алексей Воленко все это дело скоординировал, все могут инженеры, конструктора, те, кто имеет отношение к разработке строительству объектов шаржи, могут уже прогуляться в 3D виртуальной реальности и никаких ошибок не будет допущено при строительстве, потому что на кон поставлена целая репутация и жизнь нашего проекта, огромное уважение сейчас высказано к Анатолию Эдуардовичу Юницкому, потому что очень много припонов ставилось, появлялись те инвесторы потенциальные, которые могли инвестировать и 150 миллионов долларов, но это были все проверки и их генеральный конструктор прошел и завоевал уважение, не сразу получаешь уважение в арабском мире. И сейчас все ожидают только одного демонстрации то, что сейчас строится и реализуется в шарже. Мы представим максимально быстро все необходимые материалы и то, что можно было говорить публично, потому что те 100 людей, которые присутствовали, я думаю, что осознали и поняли ценность того обучения, которое они прошли. Потому что Анатолий Эдуардович общался с ними как со своей семьей, общался с нами, со всеми, кто присутствовал на шарже, как с близкими, с подвижниками и как с партнерами. Говорил ту информацию, которая никогда не должна попасть на массовые какие-то ресурсы, но должна остаться в головах тех лидеров, и лидеры осознали сразу. Я увидел в постах многих открываем те страны, африканцы сразу где-то 10 стран. И мы также, как Skyway Capital, поставили перед собой очень такую амбициозную задачу и цель открыть 10 новых стран и наращивать серьезные потоки за 100 дней. Я призываю вас, дорогие участники вебинара, здесь преимущественно находятся наши активисты, наши сподвижники. Поставьте и для себя цель на 100 дней. Я бы разбил эту цель где-то на 5 периодов, потому что первый период вы увидите, насколько все продвинется уже после окончания Рамадана, когда мы увидим закладку нулевого камня и многое-многое другое, то, что будет объявлено и это будет предшествовать уже проведению демонстрации нашего Юникара лакшери исполнения, тропического исполнения с двойной системой защиты, с двойной системой энергопитания и многое другое, для того, чтобы максимально достойно предстать перед королевскими семьями и потом многие активисты, участники и топ-менеджмент на тот момент еще топ-менеджмент головной компании говорили о том, что будут наступать золотые времена и мы не отказываемся от этих слов, потому что сейчас уже после переговоров с нашими крупными стратегическими партнерами я могу сказать, что да, возможно, в этом году действительно возможно потенциальное теоретическое закрытие финансирования возможности входа в головную компанию, потому что как только будет продемонстрировано движение подвижного состава на участке в 400 метров то есть это наша тестовая наша трасса пионер в Арабских Эмиратах да и во всем мире могут произойти кардинальные изменения потому что есть уже те миллиардеры которые заинтересовались уже даже программой Spaceway уже космическую программу услышали в высших кругах и готовится очень серьезная в том числе модель изменения мирового общества и в этом с вами мы с вами дорогие друзья принимаем не просто участие мы являемся совладельцем нового будущего мира а какая будет капитализация у нового будущего мира на мой взгляд это будет значительно больше чем капитализация ведущих мировых корпораций и мне сразу вспоминается то как меня лично пригласили в проект Skyway для каждого свой момент вхождения я услышал еще зимой 2013 года не только в 2014 году я присоединился в проект Skyway после того как мне один мой знакомый сказал Леш посмотри компания теоретически может стать круче Apple и Google то есть для меня как человека который на тот момент являлся специалистом по сетевому построению сейчас это стало уже модель сетевого построения корпорации быстро это принял во внимание не разбираясь еще в IPO и я вам признаюсь честно как и многие я думаю кто присоединялся к проекту Skyway для меня IPO это был какой-то свет в конце туннеля какая-то мифическая штука счастья благополучия в конце развития но на тот момент я не понимал экономических аспектов и на первую конференцию я помню что приехал только из-за того что там говорилось что Юницкий будет на той конференции но на тот момент он отправился уже в свободную экономическую зону в Литве и я не встретился с ним но я нисколько не жалею то что я побывал на этом событии поэтому я рекомендую вам быть на всех событиях которые происходят вблизи вас и на которых вы можете быть естественно не нужно там два раза за два месяца ездить на события то есть нужно сохранять принципы закон Паретта то есть 20 процентов усилий должны давать 80 процентов вашего результата и побывайте на минимальном количестве конференции обучения но обязательно побывайте на них потому что те люди которые побывали на бустере те участники из более чем 18 стран они стали настолько единой силой настолько действительно организмом слаженно работающим слаженно думающим что когда мы сказали что необходимо удалить все видео из интернета они были удалены и так должна работать наша вся система поэтому мы создаем новую активность и я думаю что будет размещена специальная новость в Skyway Capital для тех кто имеет навыки профессионального английского языка имеет опыт донесения информации о Skyway на иностранном языке на достойном уровне пожалуйста пишите мне на почту с указанием ваших навыков в языке с указанием вашего опыта разговорного языка и мы рассмотрим вашу кандидатуру на позицию амбассадора позиция амбассадора очень серьезная и очень амбициозная это тот человек который готов на полгода например уехать в другую страну для того чтобы поставить ее на рельсы и для того чтобы сформировать там необходимый инвестиционный поток это сейчас начал делать Кристиан наш лидер с Бельгии и никто не говорил ему что ты будешь амбассадором он просто сам взял это и сделал и стал из водителя автобуса настоящим лидером и тем человеком который привлекает инвестиции на десятки тысяч долларов за несколько дней и этот пример я считаю должен вдохновить не мы как члены правления не мы как лидеры активисты 2014 года да понятно что сейчас огромные результаты можно продекларировать и они действительно огромные но сейчас настало время взять эстафетную палочку тем кто готов жертвовать своим временем жертвовать в каком-то плане своим здоровьем потому что придется очень много летать придется не замечать смены отелей и придется жить в незнакомой стране общаться коммуницировать с незнакомыми людьми и да у амбассадора будет возможность построения своей структуры в этой стране но если мы будем замечать что амбассадор посол Skyway Capital сосредоточен именно только на свою структуру он быстро расстанется с позиции и его заменит другой человек потому что хотелось бы достичь того что мы увидели сейчас в Китае то есть в десятки раз вырос поток того что мы увидели в Японии и при тех событиях повторюсь которые сейчас происходят это не сложно абсолютно сделать я сам буду находиться в информационном вакууме до следующей новости до следующего фото отчета об объекте в шарже но то что я увидел своими глазами и зная скорость исполнения технологии воплощения в срок я могу сказать что мне этого достаточно для подпитки на год а то и два года вперед то что мы увидим уже через несколько недель после рамадана я думаю что просто заставят троллей замолчать мягко говоря и никакой негатив просто уже будет непозволителен даже с теми людьми с которыми я разрабатывал блокчейн платформу у нас была часть штата которая не верила в технологию skyway и это был уже не топ менеджмент а более низкий уровень и они все мне начали писать и говорить Алексей поздравляем это очень классно то что мы сейчас видим очень много людей просто начинает звонить писать и просто давайте информацию просто говорите что нас поддержала семья Аль-Мактума нас поддержала министерство транспорта нас поддержали сильные мира сего уже и когда вас будут спрашивать а где это реализовано кроме республики Беларусь просто показывайте им эти фотографии и говорите им что мирное шествие проекта skyway по территории арабских эмиратов уже пошло и уже максимально развивается так же как вот на этом слайде пошел Анатолий Эдуардович со своим помощником Артуром и показал кстати больше часа Анатолий Эдуардович вещал фактически два часа и при такой жаре я могу сказать это очень серьезное здоровье нужно иметь многие спрашивают о здоровье Юницкого в отличном здоровье находится Анатолий Эдуардович и дай бог каждому такого расположения духа потому что когда ты силен духом то ты силен и здоровьем поэтому друзья я намеренно сейчас сделал посыл такой более эмоциональный я могу очень много рассказать об конкретике непосредственно объекта шаржи и мы будем проводить аналитику по прошедшим IPO как это коррелирует с миром Skyway и я могу сказать одно что золотые времена при следовании и при обеспечении того потока инвестиций который мы сейчас даже обеспечиваем а он будет 100% расти обязательно наступит не исключено что после демонстрации могут прийти очень крупные суммы и возможность входа в головную компанию исчезнет навсегда как когда-то исчезла возможность инвестирования по дисконту 1 к полуторам тысячам и сейчас уже плавно мы видим что и 1 к 600 это максимальная роскошь с учетом того какие сверх результаты и рекорды мы продемонстрировали по такому уже дисконту как больше чем 8 раз меньше 1 к 70 и дисконт будет постоянно уменьшаться потом будет возможность ожидать только выхода на СТО далее только выхода на IPO и я могу сказать что наше IPO на мой взгляд через года будет успешным так как мы на мой взгляд сугубо при следовании даже той дорожной карте адресных проектов которые уже сейчас есть будет максимально формировать капитализацию компании намного серьезнее чем те компании которые разместились в этом году на IPO а этот год я могу сказать очень богат на успешные IPO и как раз таки когда произойдет глобальная мировая экономическая рецессия мой прогноз это 2020 год до конца 2020 года как феникс на руинах старой мировой экономики будет построена новая мировая экономика с максимальной поддержкой сильных мира сего с максимальной масштабируемой стратегией производством и опорой на ядро шестого технологического уклада проект Skyway в качестве основной технологии которая будет формировать мировую экономику и от которой будут отходить новые направления о которых мы с вами сейчас даже не предполагаем и не знаем мир очень серьезно поменяется и в этой уже новой мировой экономике мы уже с вами принимаем участие с чем вас друзья и поздравляю поэтому прошу прощения тех кто ожидал что-то какие-то технические факты цифры новую аналогию с развивающимся миром но я не мог оставить без внимания ту эмоцию которая до сих пор меня не отпускает после посещения объекта в шарже строй скайвей спасай планету и в данном случае строй скайвей спасай арабские эмираты и протягивай руку помощи вообще каждой стране которая на сегодняшний день испытывает трудности с внедрением транспорта и решением крупных инфраструктурных задач и проблем ну а теперь друзья вопросы планируется ли вскоре следующий обратный выкуп акций когда закроется ли вход до осени следующий обратный выкуп акций планируется скорее всего он будет происходить по возрастному цензу наших ранних инвесторов в дань уважения тем кто инвестировал на ранней стадии и уже находится в возрасте алексей мы давно ждем увидеть высокоскоростной юнилит в действии когда увидим в 2020 увидим это все зависит от финансирования как повторяет всегда Анатолий Эдуардович высокоскоростную трассу мы увидим уже в Абудабе и у нас была возможность взять трассу на самом деле в республике Беларусь но невозможно уже было взять потому что была установлена максимальная договоренность в арабском мире и тут уж на двух стульях не усидишь и не нужно сидеть высокоскоростной юнилит уже проходит дополнительные испытания и в 2020 году вполне возможно что к концу года мы действительно можем увидеть испытания при достаточном финансировании то есть когда будет те та сумма та часть финансирования которая необходима для строительства высокоскоростной трассы поверьте мне на слово что с очень большой скоростью это все будет построено Алексей что слышно о токенах о токенах слышно то что готова схема именно технология на блокчейне клейма токена то есть если говорить простыми словами вы сможете уже на основе блокчейна а не на основе каких-то договоренностей кликом в личном кабинете перенести ваши доли в токены на будущую платформу то есть технологическое решение уже готово и сейчас опробируется Алексей проясните ситуацию с токеном я придерживаюсь принципа не навреди в данном случае Skyway вы работали над токеном Skyway фонд SWIC но вы прекратили эту работу SWIC выпустил свой криптоюнит международный инвестиционный портфель партнеры уже вложили большие средства как это может отразиться на работе Skyway это на мой взгляд отражается и негативно и позитивно позитивно с той точки зрения что есть категория людей которые приходят SWIC именно потому что SWIC им близок по духу то есть я всегда привожу сравнение чакры мантры и так далее то есть рабочее название поставьте плюсики кто понял это сравнение и многие люди сейчас желают получить какую-то прибыль являясь жадными к сожалению жадность всегда губит на мой взгляд и жадность является корнем финансовой неграмотности и незнания тот кто сейчас на мой взгляд инвестирует международный инвестиционный портфель так называемый фонда SWIC и не понимает то что основной продукт который использует в качестве бренда сейчас Андрей Федорович Хавратов Skyway совершает одну большую ошибку я не знаю из чего они дают прибыль но на мой взгляд не стоило бы так делать даже если можно давать ее с помощью каких-то финансовых инструментов потому что сейчас нам необходимо сосредоточиться над активной массой населения которые как 300 спартанцев могут привлечь огромные обороты в новой стране и это я могу сравнить с блогерами которые на сегодняшний день начинают разыгрывать в виде халявы автомобиля то есть сделай репост подпишись и многочисленные лотереи сейчас спортивные ставки очень распространены в первую очередь в русскоговорящем пространстве да и в иностранном тоже потому что всегда издавна любителей халявы очень много но аудитория приходит некачественная аудитория приходит неосознанная и те люди которые сейчас инвестируют в инвестиционный международный портфель как только они увидят какие-то негативные последствия они будут первыми теми кто резко объединится и захочет так скажем решить свою ситуацию в свою пользу и в этом я руководству SWIG наверное не завидую но головная компания сейчас на данный момент отказалась полностью от этого направления запретила использовать бренд Skyway Invest Group только SWIG и это та позиция которая была высказана Антоли Эдуардовичем Юницким его позиция также не организовывая войну где могут быть жертвы это же и наша позиция как Skyway Capital поэтому сейчас какой-то информационной атаки хотя аргументы все есть нет так коллеги еще еще пожалуйста вопросы поставьте от 1 до 10 по традиции как вам понравилось не понравилось информация на данном вебинаре и я думаю что мы близки близки к тому что мы все с вами ожидаем закрытие 15 этапа становимся на 10 шагов ближе и на 20 на 30 шагов ближе станем когда закончится месяц Рамадан и стремительно продолжится стройка и с 5 часов утра начнут работать строители честь им и хвала потому что делают они благое дело строят Skyway спасают планету в Арабских Эмиратах КЭКСПО 2020 объединяя умы мы создаем лучшее будущее ну а мы друзья объединяясь создаем лучшее будущее для всей планеты сохрани биосферу сохрани себя стройка шагов нокли متطور ومتميز в сема мдинь дубей му 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok